приветствую вас уважаемые друзья сегодня хочу поделиться с вами очень вкусным рецептом рецептом картофельной колбасы с грибами что нам для этого понадобится понадобится примерно килограмм мяса головка чеснока 2 луковицы 2 морковки 10 средних картофелин смесь приправ грибы примерно килограмм и конечно же кишка свиная многие в моих видео по рецептам других картофельных колбас постоянно спрашивают где я беру кишку кишку я покупаю в гипермаркетах также можно поискать на рынках в мясных а также хочу поговорить о приправах многие спрашивают в комментариях сколько я добавляю приправы какую добавляю приправы ну здесь друзья я сразу хочу вам ответить здесь дело вкуса я люблю острое вы например не любите острое поэтому ложите по вкусу как вы любите я использую приправы острую паприку сладкую паприку смесь перцев кмин и еще зиру добавляю многие зиру не любят я ее добавляю немножко перекручивать картофель и мясо буду через крупную решетку такой вот диаметр и колбаски мы будем пропихивать и кишку нанизывать вот на такую вот насадку для электро мясорубки сейчас я натру морковь нарежу лук натру картофель и перекрутим мясо пока перекручиваются мясо и картофель начинаем готовить лук морковь и грибы лук обжариваю отдельно после того как лук обжарится будем обжаривать морковь как вы увидели что лук пожелтел то сразу же закладываем морковь хорошо перемешиваем и начинаем хорошо прожаривать лук вместе с морковью во время поджарки моркови с луком главное не пропустить тот момент когда морковь уже станет мягкой сейчас смотрю на еще пока что твердоватая поэтому внимательно друзья надо за этим следить как только морковь стала мягкой сразу же закладываем грибы и все хорошенько прожариваю после того как мы грибы хорошо перемешали с луком и морковью пассеруем дальше на маленьком небольшом огне после того как вы увидели что грибы дали воду делаем огонь большой и выпариваем эту воду со сковороды после того как лишняя влага испарится выключаем грибы снимаем с плиты и остужаем до комнатной температуры перекрутили подготовили картофель слили с него лишний сок на крупной сеточке вот так вот получился фарш получился довольно крупноватый теперь все это мы перемешиваем вместе с грибами и и луком все это высыпаем и хорошо перемешиваем выложили картофель теперь выкладываем фарш добавляем специи и соли кладем по вкусу по такое количество я пока 2 столовых ложки соли после этого все перемешаем и попробуем перемешивать конечно лучше руками чтобы все хорошо размешать хорошенько все перемешал 5 литровой кастрюли получилась отметка 4 литра 4 литра картофельно-грибно-мясной массы сильно влагу не убирайте у вас колбаски потом не пересыхали и не лопались во время готовки сейчас мы подготовили кишку надели насадку на мясорубку теперь будем нашпиговывать наши колбаски кстати по соли хочу заметить что на 4 литра этой массы 2 столовых ложки вполне достаточно это на мой вкус но приправы я немножко добавил добавил сладкой паприки добавил острый паприки и немножко перчику но опять же я повторюсь я люблю острое и кстати хочу заметить если вы вдруг не можете найти где купить кишки то вот с данной массы можно сделать вкусную картофельную бабку и 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 если он 輸ков и 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 тоненькую иглу и делаем надколы в каждой колбаске желательно ни одну не пропустить при этом наколов можно делать много они лишними не будут чем больше сделаете наколов тем больше вероятность что у вас колбаски не лопнут во время готовки сок тоже рекомендую с противня не выливать он во время приготовления испарится и опять же лишняя влага не даст колбаскам пересохнуть и самой кишке во время приготовления лопнуть после того как сделали проколы в колбасках берем растительное масло немножко колбаски смазываю предварительно разогретую духовку ставим противень с колбасками выставляем температуру 200 градусов и теперь 45 минут будем готовить и после этого уже будем смотреть на степень готовности колбасок прошло 45 минут достали колбаску из духовки и получилась вот такая вот красота запах на всю кухню друзья не передать словами сейчас попробую это блюдо очень вкусно со сметаной с кетчупом со всякого рода соусами здесь используются грибы и шампиньоны но очень вкусно добавлять например немножко сухих боровиков пробуем сметанки сейчас попробую передать вам вкус данного блюда очень хорошо приготовилась довольно остренько соли вполне хватает вкусно еще друзья добавлять в данную колбасу опята этом можно лисички но очень хорошо получилось вот реально рекомендую это блюдо очень вкусное все готово вот картофельная колбаска сейчас попробую с кетчупом божественный вкус попробуйте не пожалеете даже вот если нету кишек можете просто сделать вот такую вот массу и сделать картофельную бабку будет объедение на этом друзья буду заканчивать всех благ вам вашим близким оставайтесь на канале подписывайтесь на канал зимой надеюсь выпустить еще много интересных вкусных блюд и поделиться с вами этими рецептами до новых встреч друзья